Все ждали очередной рутины, очередной такой брежневщины. Ничего такого в этих посланиях обычно интересного не происходит. А тут вдруг он нам вывалил просто все сразу. И изменение в Конституцию, и довольно большой пакет мер социального характера. Он там анонсировал выплаты семьям с детьми, материнский капитал и так далее. Ну и вот жемчужиной вечера была, конечно, отставка правительства Медведева, о чем мы сейчас тоже отдельно поговорим. Во-первых, я хочу сказать вот о чем. Что Путин, на самом деле, вчера, конечно же, сам был вынужден признать, что вот его 20 лет нахождения у власти в плане благосостояния граждан обернулись полнейшим провалом. Просто полнейшим провалом. Он так и сказал, это цитата, что падение доходов населения несет в себе угрозы. Но он постоянно на это смотрит с точки зрения пресловутой демографии. Они нас там всем считают, как поголовье кроликов там, да. Вот. Но даже дело не в демографии. Он реально признался в том, что в общем вот эта ситуация с падением доходов, которую они долго времени предпочитали не замечать и говорили, что вот специалисты нам принесли типа справку, что там зарплаты растут, да. Наконец-то он признался, что 20 лет его правления завели страну в полное экономическое банкротство, в затяжное падение доходов населения. И это на самом деле экзистенциальная проблема для России. И что таки вы думаете? Он после этого взял себе там пепельницу на трибуну, высыпал весь пепел на свою лысую голову. Сказал там, бросился на колени, попросил прощения. Простите, дорогие россияне, что значит вот я вас завел в такой экономический тупик. Нет. Это морда, значит, только констатировав полный провал своей экономической политики, он тут же перешел ко второму вопросу. Вот давайте менять конституцию. Вот, Владимир Владимирович, ну-ка подождите, вернитесь-ка сюда на минуточку, да. Вот давайте-ка поговорим с вами по первому вопросу, мы еще не закончили. Вот что вы, конкретно вы, собираетесь сделать для того, чтобы, во-первых, признать свою ответственность и той экономической системы, эксплуататорской, мафиозной системы, которую вы выстроили, за то, что у нас уже много лет дохода, людей не растут. И второе, что вы собираетесь делать для того, чтобы был рост. Путин вообще, вот знаете, вот, что я здесь комментировал в этой студии, его декабрьскую присуху, там, его прямую линию с народом летом, и постоянно вот мы его слушаем, эту болтовню, да. Там нет роста, там нет развития, он ничего не собирается делать для того, чтобы вернуть нам рост, вернуть серьезные какие-то темпы улучшения нашего благосостояния. Вот все, чем он занимался вчера во время этого своего трепа, это какой-то привычной ему раздачей слонов. Тому дала, этому не дала, здесь немножко на завтраки, здесь немножко на мат-капитал. Вот у меня, вы все знаете, что у меня есть огромная кубышка, вот я чуть-чуть немножечко с вами этим поделюсь. Вот давайте здесь вот о чем поговорим, что вот Силуанов вчера, вице-премьер, министр финансов, комментируя это, он оценил примерно в 450 миллиардов рублей в год вот этот пакет мер, который Путин озвучил. Там какие-то доплаты малоимущим семьям с детьми, материнский капитал на первого ребенка, там школьные завтраки бесплатные. Ну вот короче, если все сложить, вот он оценивает это в 450 миллиардов рублей. Вот что такое 450 миллиардов рублей, если поделить это дело на 150 миллионов человек населения нашей страны? Это получится по 3000 рублей в год, всего-навсего. При том, что только в прошлом году за счет повышения НДС, я вам об этом говорил в предыдущей передаче, с каждого взрослого россиянина государство дополнительно забрало больше 8000 рублей в год. Вот такой вот бартер по-путински. Повысили НДС, забрали у россиян больше 8000 рублей в год и нате вам сдачу с барского плеча трешечку в виде каких-то социальных мер поддержки, которые Путин озвучил. Хороший они бизнес такой делают, да, взять, задушить нас всех налогами и чуть-чуть немножечко дать сдачи в виде какой-то, значит, нате вашу копеечку, да, забирайте сдачу, не отходя от кассы. Вот примерно такая вот у них философия. Поэтому все, конечно, бросят, вот как им удается фантастически отвлекать внимание людей от главного? Вот какие полезные социальные меры поддержат ко-ко-ко малоимущих, семей с детьми, там, демографию улучшат и так далее. Повышение НДС отмените. Отмените повышение НДС. Никому не нужные, вредные, в бюджете полно лишних денег профицит. Темпы роста экономики затормозились из-за этого, да. У людей забрали последний. Нет, вот, значит, с барского плеча сейчас раздают им по чуть-чуть каких-то социальных мер. Дорогие мои, ну, вы же люди умные, не покупайтесь на это. Надо требовать с него ответа, почему экономика не растет? Почему вы продолжаете ее душить налогами? Вот давайте об этом поговорим, прежде чем начинать вот эту вот, там, пресловутую тему про Конституцию. Ну, теперь, два слова про Конституцию, я тут буквально недели не прошло, да. Я вот буквально в прошлом выпуске передачи «Где деньги?», когда там был очередной виток вот этого разговора про возможный союз с Белоруссией, как решение проблемы передачи власти в России в 2024 году, я вот буквально здесь сказал, что все это, какая-то конспирологическая болтовня политологов. Не будет никакого преемника, не будет никакого объединения с Белоруссией. Они просто тупо начнут править Конституцию, чтобы продлить Путину власть. Вот давайте буквально полминутки этот короткий фрагмент сейчас посмотрим. У нас сейчас принято обсуждать, что якобы в связи с перспективой вот передачи власти в России, я не вижу у нас никакой передачи власти, я вижу, что Путин остается, и он найдет для этого способ, но якобы вот обсуждается идея объединения с Белоруссией, чтобы вот там Путин остался лидером союзного государства. Мне кажется, слишком сложная схема, он просто со своим этим послушным конституционным большинством поправит Конституцию, и все. Вот слушайте, Милова всегда, а не всяких политологов, мы вам здесь плохого не спрогнозируем. И, ну, возвращаясь, собственно, к Конституции, первое, конечно, вот я еще раз повторю, что вообще нельзя ему давать, и вот этой всей властной своре, они там все закукарекали, какой-то общественный совет по изменению Конституции, нельзя вообще давать им переходить к этому вопросу, у нас нет никаких объективных оснований для того, чтобы менять Конституцию. Хотим решать проблемы страны? Провели честные парламентские выборы, сформировали правительство народного доверия, правительство большинства, я уверен, на честных выборах победит партия России будущего Алексея Навального. И мы правительство возглавим. Давайте честные выборы проведем просто по действующим законам, по действующей Конституции. И все, и все, и сразу сменится курс, экономика начнет расти и так далее. Давайте проведем честные президентские выборы в 2024 году или лучше раньше, и определим того лидера, который действительно вызывает доверие народа, а не вот этих всех пачек бюллетеней, которые тетеньки туда, значит, суют с проставленной галочкой за Путина. Вот давайте просто не надо не менять никакую Конституцию, просто элементарно провести честные выборы, сформировать правительство народного доверия, которые двинят Россию реальным курсом развития и модернизации. И все. Зачем и кому нужна смена Конституции, кроме одного человека, который просто тупо хочет сидеть у власти, пока не помрет? Владимир Владимирович Путина. Это единственный человек в стране, которому нужна смена Конституции. Нам с вами она не нужна. Нам нужен рост экономики. Нам нужен рост доходов. Вот давайте его мордой в это тыкать и сказать, нет-нет, чувачок, ты вот по первому вопросу не объяснился с нами. Почему через 20 лет в его правлении мы оказались вот там, где оказались? Кстати, посмотрите, очень хороший ролик сделали ребята на Навальный Лайф про вот эту пресловутую концепцию 2020, которую он утвердил в 2008 году, когда был премьер-министром. И где обещал, что у нас будет охрененная зарплата, мы войдем в число ведущих экономик мира, там больше половины будет составлять средний класс. И вот такого типа сказки. Просто она вся там, честно говоря, очень сложно даже там 300 страниц в ней, да, просто на каждом абзаце думаешь, вот хоть смейся, хоть плакай. Посмотрите вот этот ролик на Навальный Лайф обязательно. И в целом я хотел про Путина вот сказать вот что, да, что вы можете прочитать подробно мой текст сейчас на Инсайдере об этом. Вообще я считаю, что он очень нетипично себя повел вчера. То есть обычно он все эти фокусы с транзитом власти он держит до последнего. Вот в 2000 году, собственно говоря, Ельцин, по сути, обвел досрочные выборы меньше, чем за три месяца, да, их проведение в марте 2000-го, чтобы Путина побыстрее, побыстрее протащить в преемники, пока у него рейтинг не грохнулся, да. В 2008 он объявил Медведева преемником только за три месяца до президентских выборов. В 2011 они объявили о вот этой рокировочке с Медведевым за два месяца до думских выборов. То есть это путинская привычка вот держать все это дело до последнего, чтобы врагов застать врасплох, чтобы политтехнологи быстро это докрутили до нужного результата и все там перевернули страницу, дорогие россияне, теперь вот живите в клетке, значит, с новым этим счастьем, да. А сейчас он действует совсем по-другому. До 2024 года еще там дофига времени, еще очень много времени, да. И по сути там более трех лет до начала реальной президентской кампании, да. И кроме этого вот с отставкой Медведева тоже такой вопрос, да, вот какой в ней, ну понятно, что Медведев всех достал, что этот человек абсолютно профнепригодный, который вот за всю эту свою карьеру в экономических вопросах просто так и не научился ничего понимать. Ну это мы все с вами хорошо знаем, кто такой Медведев, да. Но здесь вот я хотел сказать простую вещь, что сейчас нет ни каких-то конкретных экономических, ни политтехнологических причин вот прямо сейчас его отправлять в отставку. До выборов далеко, у избирателей память такая, краткосрочная. Все это вот, если какой-то политический эффект от отставки Медведева будет, он быстро выветрится. И экономическая ситуация, ну вы знаете, она у нас такая зависшая, да, то есть она не движется ни туда, ни сюда. Она как бы плохая, но она вот ничем не отличается от того, что было там месяц назад. Или будет через месяц или квартал, да. Вот, и в этом плане вот чего бы ему вдруг сразу и изменения в Конституцию анонсировать так задолго. И объявлять вот этот большой пакет социальных мер, который тянет в сумме на 450 миллиардов рублей. И отправлять сразу в отставку Медведева, да. Я считаю, что причина в одном. Ему принесли какую-то такую закрытую социологию, которая показывает, что у него просто полный швах с поддержкой. Что вот он задергался, засуетился. Что вот давай, давай быстрее что-то делать. Это, друзья, такой, на мой взгляд, скорее хороший признак для нас. Что они нервничают, психуют, начинают сразу вываливать все карты на стол задолго до любых выборов. Это очень нетипичное действие для Путина. Мне кажется, это нас должно обнадеживать. Что нам надо додавить эту ситуацию. Наращивать протест. Наращивать масштабы умного голосования. И опрокидывать кандидатов от власти на выборах. Готовиться к выборам Госдумы. Готовиться к выборам президента. Конечно же, проводить масштабные акции протестов по всей стране. Надо понимать, что они сейчас в слабой позиции. Они, по сути дела, отступают. И все это шоу, которое вы вчера видели, и с Конституцией, и с правительством, и с этим пакетом социальных мер на 450 миллиардов. Это все от паники, на мой взгляд, происходит. От неуверенности в собственных силах и от ослабления своих политических позиций. На мой взгляд, это хорошая новость. Плохая новость, конечно, то, что Путин хочет быть вечным. Для этого все эти изменения в Конституции он, собственно, и затевает. И там пока не очень конкретно понятны конфигурации. То есть, он обозначил какие-то общие мазки. Вот там будет, типа, Госсовет, который получит конституционный статус. Скорее всего, он его и возглавит. Вот будет, как его дружок казахстанский Назарбаев, значит, вот будет, типа, президентский пост покинет, но сохранит в своих руках все образы правления. Вот еще одна идея, которую он озвучил, это то, что Госдума должна получить больше полномочий формирования правительства, чтобы премьер там сильно не выеживался, да, а были на него какие-то сдержки и противовесы. Вот он формирует для того, чтобы пожизненно остаться у власти, он формирует какую-то более сложную систему сдержки и противовесов, чем просто вот эта дихотомия президент и премьер. Потому что премьер создает ему такую слабость. То есть, видите, это же не просто человек, который там отвечает за экономику, за народное хозяйство. Премьер у нас по Конституции, это такой аналог вице-президента. Если что-то с президентом случилось внезапно, забыли его где-то на даче в Крыму без связи и коммуникаций, ну вот премьер начинает вдруг автоматически исполнять обязанности. Поэтому, если кто-то хочет совершить переворот, он к кому пойдет? Конечно, к премьеру договариваться. Типа, давай-ка ты возглавь переходное правительство. Путин нервничает на все эти темы. И вот он явно поставил задачу сформировать какую-то более распределенную систему власти, где ему, как, видимо, будущему председателю госсовета, будет проще все это контролировать и за все эти ниточки дергать. Но, опять же, мы это все увидим конкретно, когда они будут рисовать свои поправки в Конституцию, но мы должны помнить одно. Что нельзя давать им в эту сферу нас уводить. России не нужен сейчас никакой пересмотр Конституции. Это абсолютно не надо никому из нас ни зачем. Нам нужен возврат к развитию, возврат к росту экономики, к росту доходов. Который Путин расписался вчера в том, что у него плохо получается с этим делом. Катастрофическое положение с падением доходов населения. По сути дела, цитата из Владимира Владимировича Путина. Так вот пусть либо работу свою как следует делать, либо уходит нафиг. Вот и весь разговор. Какая Конституция? Куда он лезет своими руками? Конституцию ему. Ты выполни то, за что тебя люди туда когда-то давно поставили. А ты за 20 лет все это дело провалил.